Радио 54 Первое. Областное радио Доброе утро Мы вас очень рады видеть И мы хотим узнать наконец-то всю правду Испортив, как и обещали утреннее настроение Всем мошенникам нашего региона Хватит обманывать людей Друзья, делайте приемники громче Это очень полезная информация, которая пригодится вам Вашим родителям, вашим детям Нужно быть всегда на чеку Но давайте начнем с цифр Вот 2020 год, согласно официальной статистике Что говорит по подобного вида преступлениям? Как у нас были дела? Лучше, чем предыдущие, хуже Как оценивается? Да, в настоящее время все-таки рост преступлений Значительно увеличился Поскольку даже на примере по цифрам В 2020 году у нас в Новосибирской области И на территории города Новосибирска Зарегистрировано 8817 преступлений Хотя, казалось бы, 2019 год Это было всего 3478 преступлений Вот так Данной категории Да, поэтому рост преступлений значительно вырос Надо понимать, что не все же еще обращаются То есть кто-то так махнул рукой Типа, ну да, расстался с тремя тысячами рублей Ну, вот такой вот я дурак Не каждый же идет писать заявление, правда? А вообще, какие, насколько высоки шансы Добиться какой-то справедливости Если речь идет вот о таком преступлении? То есть надо что знать о мошеннике? Там номер телефона, с которого он звонил Как вообще правильно себя вести в этой ситуации? Вот мошеннику отдал деньги, что дальше? Ну, здесь, на самом деле, касаемо конкретных ситуаций Допустим, предположим, если это самая распространенная схема совершения мошенничеств Когда звонят по телефону гражданам Представляются сотрудникам банка Здесь, конечно же, нужно незамедлительно все-таки прекратить разговор Не подаваться на эту удочку Поскольку наши злоумышленники научились Под различными предлогами убеждать граждан Переводить денежные средства на подконтрольные счета Допустим, тех же злоумышленников Сообщать пин-коды, пароли, картам Чего делать, конечно же, нельзя И сейчас также участились случаи, когда наши злоумышленники Убеждают граждан устанавливать дополнительные приложения В свои используемые устройства То есть это программы TimeWeaver Которые способствуют, скажем так, копированию телефона Что приводит к списанию удаленно Там не копирование телефона Там предоставляет доступ к телефону Да, 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 все верно А как они это аргументируют? То есть как они уговаривают людей Установить приложение на смарт То есть они говорят, вы должны установить У вас в телефоне вирус Мы сейчас вам установим программу Которая позволит решить ваши проблемы Я не мошенник Я просто знаю Я только учусь, да Вот, ну а что касается всевозможных торговых площадок Когда, ну я имею в виду торговые площадки Там типа Авито, вот это Юла, да Когда мошенники из этой площадки Переманивают тебя на какой-то сторонний ресурс И там уже Путем ссылок, да? Да, путем ссылок И там уже, собственно, делают с тобой, что хотят Ну да, все верно На самом деле это тоже самая распространенная схема Совершения преступлений Когда, допустим, гражданин публикует объявление о продаже товара Тут же ему пишет якобы покупатель Который его, скажем, убеждает перейти на другой мессенджер Для удобства общения, скажем так Пускай это будет ватсап, предположим И начинает уже в дальнейшем убеждать гражданина Оплатить, допустим, заказ Заказать доставку Тем самым, опять же, наши граждане Сообщают конфиденциальную информацию То есть пароли, коды с обратной стороны Карт И тем самым наши Злоумышленники таким образом И совершают все эти хищения Посредством перехода по ссылкам На различные сайты И также использование Всевозможных интернет-мессенджеров Друзья, напомним номер нашего эфирного ватсап 913-381-05-54 До 11 часов Если у вас есть уточняющий вопрос По подобного вида преступлениям Смело задавайте Либо своя история Вот это было бы вообще прекрасно Если бы кто-то сейчас успел поделиться своей историей И помог слушателям радио 54 На те же грабли не наступить Ну давайте, может быть, по видам пробежимся Основным Самое главное в этой истории То, что большинство из нас Считают себя Достаточно современными Умными людьми И что с ними никогда подобного Не произойдет Друзья, поверьте Вот в жизни каждого из нас Бывают ситуации Когда, скажем так Бдительность Немножечко притупляется И в этот момент По закону подлости У тебя звонит телефон А они, черт возьми, так разговаривают Знаете Грамотно, да Очень грамотно Ты знаешь Не поверишь в жизни Мне когда нечем заняться Я с ними иногда бывает беседую Да, так точно Разнообразитель И вот Не скажешь, правда Ребятам в продажах Это были бы звезды Но вот ни для кого не секрет Ну вернее, не то, что ни для кого не секрет Почему-то сейчас сложилось мнение Что большинство вот этих вот Групп организованных Занимающихся подобными Телефонными мошенничествами Они работают, скажем так Из мест не столь отдаленных Это на самом деле так Или эта информация Не соответствует действительности Ну и в том числе, конечно же Из мест лишения свободы И находясь Не только там Ну у них пытаются там Отобрать телефон Но не всегда получается Я вот тебе плохо представляю Как в столь, скажем так Жестких рамках Можно организовать работу Целой группы Ну тут я не знаю Чья недоработка На самом деле Нас сейчас и там наверняка Слушают, поэтому Да Это правда Давайте еще по видам Пробежимся Мошеннического Которых еще не сказали Но вот надо понимать Что и такие схемы тоже работают Ну, допустим Можно, значит К схеме Все-таки Совершения преступления Опять же Отнести К ту категорию Когда злоумышленники Осуществляют звонки Подтерпевшим Выдавая себя За их родственников Соответственно Просят оказать Финансовую помощь Чтобы избежать ответственности За какое-то совершение Того или иного характера Допустим Совершили дорожно-транспортное Происшествие Мама, я сбил человека Мама, я сбил человека Да Либо необходимо там Компенсировать какой-то вред Соответственно Это тоже схема работает В настоящее время К сожалению Граждане наши Также не проявляют бдительность Не прекращают телефонные разговоры Чтобы убедиться Что с их родственниками Все в порядке И таким образом Скажем Отдают свои денежные средства На благотворительные А сразу что нужно сделать Если человек получает Подобный телефонный звонок Положить трубку Да, это однозначно В обязательном порядке И перезвонить И перезвонить своему родственнику Убедиться, что с ним все в порядке Все с ним хорошо И больше, соответственно Не отвечать на телефонные звонки С неизвестных номеров Разговаривают эти ребята Очень настойчиво и грубо В подобных ситуациях Они специально стараются В моментально короткие сроки Ввести человека в состояние паники Вот это надо понимать Радио 54 Что важного мы еще Не успели в эфире отметить Но это надо понимать Когда вам звонят Вот такие Вот еще хотелось бы все-таки остановиться На том моменте Допустим, когда приходит СМС о зачислении средств И сообщение похоже на Привычное уведомление от банка Затем, значит, перезванивает Гражданин, который сообщает о том Что он якобы по ошибке Зачислил денежные средства И просит их вернуть Собственно, хочется сказать Чтобы граждане не спешили Ничего возвращать Поскольку такая ситуация Похожа на мошенническую схему И скорее всего Деньги и не приходили И соответственно СМС не от банка И звонил злоумышленник Вот Необходимо проверить Состояние счета Заказать выписку в онлайн банке Или позвонить банк Все-таки прежде чем Кому-то переводить деньги Потому что никто В том числе сотрудник банка Не вправе требовать От держателя карты Сообщения пин-кодов Операций Поступающих в СМС сообщений И соответственно Сообщая код Гражданин представляет Возможность третьим лицам Совершить перевод Денежных средств со счета Соответственно Также хочется Все-таки Напомнить нашим гражданам О том что При поступлении Телефонных звонков От банка И попытках получения Все-таки сведений И реквизит карт Другой какой-то Информации Необходимо Незамедлительно Прекратить разговор Обратиться В ближайшее отделение банка Либо позвонить В организацию По официальному номеру Контактного центра Вот это самое главное Когда вам звонят Просто кладите трубку И перезванивайте Перезванивайте в банк Насколько сложно Анна До них все же Дотянуться До этих ребят Потому что Понятно что Эти 7-карты Они скупают Оптом тысячами Да И только по номеру телефона Или Мы не спрашиваем Конечно Как вы это делаете Понятно что Это понятные Свои вопросы Но вот Насколько это сложно Сегодня Ну С учетом Скажем так Увеличения Количества преступлений Развития Общества В целом Интеграция Современных Информационных Технологий Во всех сферах Человеческой Деятельности Соответственно Упрощение Совершения Операций С денежными Средствами С использованием Сети интернет Банкоматов И платежных Систем Это составляет Определенную Трудность Но Мы В настоящее время Работаем У нас есть Определенные Свои Скажем Перспективы В этом плане Мы развиваемся А с точки зрения Трактовки Уголовного Кодекса Что грозит За подобные Мошенничества Маргинальным Людям Как ты Аккуратненько Назвал Соответственно Грозит Наказание Уголовная Ответственность Лишение Свободы В зависимости От какой-то Категории Преступлений Ну то есть Это вот прям Лишение свободы Не просто там Пальцем погрозили И сказали Что нельзя Нельзя Ай-яй-яй Ну а вот Если попробовать Собирательный Вот образ Какой-то Такого преступника Да вот Сколько ему лет Чем он Образование Нет Вот таких Таких данных Нет То есть Все хулиганят Да И 18-летние Ну на самом деле Об этом действительно Сложно сказать Потому что С учетом сейчас Нашего современного Скажем так Интеграции Современных Информационных Технологий От мала до велика Это называется У каждого сейчас Есть смартфон Да С интернетом Соответственно Как бы Сейчас все В этом плане Развиваются И научились Пользоваться тем Чем мы еще Не успеваем Использовать Вот эти все Новшества Не самых Нижних А если Попробовать И писать Тогда Такую Центральную Категорию Пострадавших Кто чаще Всего Приходит Ну скорее всего Да Это люди Уже В возрасте Постарше Или же Ну вот Допустим Если рассматривать Категорию Преступлений Интернет Магазинов Допустим Основную Долю Потерпевших Это лица В возрасте От 20 до 35 лет Вот так Совсем Да Которые поддаются Соблазну Все-таки Заказать Приобрести В основном Это мобильные Телефоны Бытовая техника Которые идут Пониже Рыночной стоимости И продаются В официальных Торговых точках Если же Посмотреть Категорию Преступлений Связанную С хищением С банковских счетов Граждан Ну где Представляют Сотрудником банка Предположим То здесь уже Категория Наших граждан От 40 лет И старше Которые в силу Своей доверчивости Опять же Под страхом Потерять Денежные средства И сообщают Злоумышленникам Необходимую информацию Вообще Я со своей мамой Давно Пенсионерка Уже давно договорилась Вот как только Ты что-то получаешь Какое-то Очень сладкое Потрясающее Невероятное Предложение Как только Тебя на бесплатный Массажку Это приглашают Позвони мне Или же Спасибо что Объяснил за меня Но ты наверное Так же поступил С своими родителями И она мне Теперь каждый раз звонит Вот и она получила Какой-то непонятный звонок Или же какую-то СМС Она сразу копирует И мне Какой-то звонок Она перезвонит Говорит дочь А вот как Я говорю Ну а как вот так А вот так Никак Мамочка И наверное Будет здорово Если мы все Со своими родителями Вот так договоримся Проведем такую Воспитательную беседу Потому что все верно Не все же им нас воспитывать Им наша помощь Они нас когда-то Учили ложкой кушать Ну вот мы им Должны помочь У нас есть аудио По теме дня Давайте послушаем Может быть Вот подскажет У меня одна из карт ВТБ банки И мне часто приходят сообщения Что код подтверждения Для входа в банк Ну такой-то такой-то Хотя я никуда не входил Не запрашивал ничего Это что Значит кто-то уже Там заходил В мой банк Да и пытается взломать Ну если человек сам Не запрашивал Да Никакой вход Да в данном случае Не стоит Никакие подтверждения СМС сообщения отправлять С такими вещами Надо сразу в банк обращаться Лучше сразу плотировать И не отвечать Соответственно Ничего не подтверждать Поскольку Можно удаленным способом В настоящее время Совершить хищение Когда гражданин Сам того не подразумевает Сейчас даже запросто Ну как не запросто Можно сделать копию сим-карты И ты даже знать не будешь Что у тебя там деньги эти уходят Серьезно? Даже так работает? Я знаю чем закончить программу На какой приятной ноте А вот давайте на приятной ноте закончим Еще какой-то Главный совет Может быть мы не озвучили Что важно знать Слушателям радио 54 Чтобы Все таки не попасть Вот так Все таки хочется Еще раз Всем сказать О том Чтобы Настоятельно порекомендовать Быть бдительными Не предоставлять Не сообщать Свои персональные данные По банковским картам По счетам Не убедившись В их безопасности Касаемо приобретения товара В магазинах интернет Все таки стоит помнить О том Что самый безопасный способ оплаты Это только после его получения Оберегая себя Тем самым Вы обережете Свои денежные средства Счета Покупки Останетесь довольными И в отношении вас Не будут совершаться Преступные деяния Ну и вообще Это тот случай Когда подозрительность Это положительное качество Да Радио 54 Первое Областное радио